А мы переходим к другим новостям. В культурной столице прошла масштабная выставка современного искусства. На ней представили свои работы более шестидесятков художников из разных городов. И даже стран нашу коллегу Екатерину Скрипцову больше всего заинтересовали новые технологии, которые пришли на помощь художникам. Доброе утро, Санкт-Петербург! Мы начинаем его на выставке современного искусства «Порт Артфейр». Это совершенно фантастическое пространство, где художники и галереи со всей России представили свои работы. Цифровое искусство – это одна из форм переосмысления реальности. Об искусственности и технологии природы нам расскажет Дарья Захарова, художница. Дарья, здравствуйте! Доброе утро! Дарья, насколько я знаю, эти прекрасные бутоны на самом-то деле запрограммированы. Расскажите, что это за технология? Я, как художник новых медиа, занимаюсь визуальным программированием и генеративной графикой. И поэтому цветы, которые мы видим, это не просто цветок, это некая математическая функция в виде цветка. Эти объекты, они состоят не из лепестков, пестиков и тыщинок, а из геометрических фигур, кубов, треугольников, многогранников. И вот они так собираются, и нам кажется, что мы видим цветы. Художники объединяют элементы физической и виртуальной дополненной реальности. Работу «Ловецнов-006» выполнила Мария Федорова. Мария, здравствуйте! Добрый день! Насколько я знаю, для того, чтобы полноценно изучить этот арт-объект, необходимо воспользоваться телефоном. Расскажите, как это устроено. Да, на скульптурах есть QR-коды. Нужно навести по телефону на QR-код и расположить композицию в анимации на объекте. Что символизирует эта работа? Данная конкретная серия посвящена воздушной стихии и поиску баланса между человеком и природой посредством передовых технологий. Это объекты, которые свой дом нанес ветер, а в дополненной реальности можно увидеть композиции из космического мусора. Автор этих работ Мэрии Инкова Льоса следует искажение мира, которое видим мы с вами посредством физических и метафизических форм света. Мария, здравствуйте! Привет! Расскажите, как называется эта работа? Эта работа называется «Комната для внутренних наблюдений 1». Кажется, здесь изображен Финский залив. Ну, я вообще предлагаю каждому почувствовать, что для него здесь изображено. Вот для вас это Финский залив. Кто-то подходил и рассказывал, что это Азовское море или Белое. Расскажите о технологии создания этих работ. Такие необычные блики мы видим здесь, где-то радуга. Я исследую метафизику света и физику. То есть, как физически солнечный свет существует, существует свет души, и как это проявляется и создается какой-то новый мир. Вот эти работы, например, выполненные в технике Lumen Print, проявляются солнечным светом. И здесь я являюсь каким-то проводником. Процесс не контролируем. И в этом и есть какая-то магия. В том, что я не знаю, что получится, но мне очень интересно добиться этих оттенков и именно взаимодействовать с солнцем. Фантазию современных художников не ограничивает, кажется, ничего. Авторы фантазируют, чувствуют и дышат полной грудью. И представляют нам свое уникальное переосмысление жизни. Ну а мы вдохновляемся и заряжаемся этим вдохновением на целый день. Заряжаемся позитивом. Спасибо, Катя.